Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Штефан Андрей, я владелец медоварни традиций предков и торговой марки Мьёльнир. И сегодня мы с вами поговорим о том, как вам пережить экономический кризис, если вы представитель микро и малого бизнеса. Поехали! Ты говоришь, не будет скачка доллара. Посмотри, Жень, посмотри, какая нефть была в декабре и какая сейчас стоит. Готов забиться на 5 ксарей. А, не выше 90, выше сотки. Вот скачок будет, все, зафиксировано. Небольшая прелюдия экономическая. Мы, как вы понимаете, нефтедобывающая держава. Мы, как государство, мы зарабатываем денежки в основном на том, что мы продаем нефть. И именно от этого зависит количество денежек в нашей стране. Если мы вчера продавали нефть по 70 долларов за баррель, а сегодня продаем по 35 долларов за баррель, нефть мы продаем примерно в одном и том же количестве. Просто к нам теперь приходит меньше денежек в долларах. А что это значит? Это значит в том, что в рублях мы должны получить столько же. Потому что мы платим зарплаты тем же самым милиционерам, врачам, госслужащим, депутатам, всем-всем-всем. А у нас есть какие-то обязательства, и они рублевые, они фиксированные, ну, например, на 100 рублей. Поэтому, если раньше у нас приходила в долларах одна часть денег, и она была в переводе на русский рубль, равняла 100 рублям, а теперь приходит в долларах меньше, то, естественно, мы вырастим курс доллара, он сам вырастет, чтобы мы в рублях получили ровно столько же денежек. Именно поэтому в кризис 2014 года доллар стоил 35, а потом стал 70, потому что нефть упала в два раза. Ну, все просто. Нефть упала в два раза, доллар вырастет в два раза. Но мало того, в связи со всемирной пандемией люди же сидят по домам и не ездят на машинах. И это тоже сокращает потребление нефти. То есть мы мало того, что у нас еще нефть упала в цене, так мы еще и меньше ее продадим. Вирус тоже вводит страну в кризис экономический с определенной точки зрения, потому что в принудительном порядке закрыто много предприятий, потому что какие-то сектора экономики просто остановили свою жизнь из определенных распоряжений, которые, конечно же, я надеюсь, помогут сохранить тысячи и тысячи жизней впоследствии. И с другой стороны, у нас нефть опять упала, как в 2014 году. Падение колоссальное. Это нам говорит о том, что сейчас, неважно из-за чего, из-за вируса или из-за цены на нефть, но цепочка событий будет как при стандартном, ну, только очень мощном экономическом кризисе. Я в 2014 году уже занимался бизнесом, у меня уже тогда был ресторан, и я помню, как мы вошли в этот кризис и как мы из него вышли. Я помню, как другие разные предприятия закрывались, открывались, как люди переживали экономический кризис. Что было в этот момент, какими правилами мы пользовались, чтобы пережить этот кризис, и какие правила мы новые выучили. Я хочу сейчас немножечко это вспомнить и рассказать вам, что мы тогда делали, и, возможно, что делать вам сейчас, если вы представитель микро и малого, может быть, даже среднего бизнеса. Они, в принципе, одни и те же. Итак, поехали. Итак, конкретно про правила, которые я вынес в 2014 году, когда был кризис, когда у меня был ресторан, что я делал, и что надо было сделать, и что я не сделал. Правило первое. Покупайте доллары. Если нефть упала, доллар вырастет. Если у вас есть бумажный рублевый запас какой-то, хоть какой, покупайте доллары. Он 100% вырастет. Даже если он не вырастет, то все равно у вас будет... Денежки останутся в долларах, и это не повредит. Если у вас есть денежный финансовый запас, отложенный под подушкой рублевой, купите доллары. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Значит, до 18 лет я жил в Беларуси, в Минске. Родился я в Ленинграде. Потом меня мама привезла в Минск. Я там прожил 18 лет, потом ехал в Россию, в Курск. Значит, смотрите, в Беларуси все рассчитываются и живут в долларах и евро. То есть, там для людей дико понимать о том, что, ну, типа, хранить деньги в рублях. То есть, они идут в магазин, конечно же, там в каждом магазине есть обменник. Они поменяли по нынешнему курсу на рубли, пошли в магазин, купили товары. Магазин рублевый. Но везде, на каждом шагу, обменник. Люди живут в долларах. Они исчисляют свою зарплату в долларах. Они сразу считают, ну, типа, чувак, сколько стоит постелить плитку? Он говорит, столько-то долларов, потому что жизнь в долларах. Потому что сразу считают в долларах, там, 100 баксов, 100 евро, что угодно. То есть, машины в долларах, все в долларах. Я когда приехал в Россию, я тоже такой, вот, у меня же прям сознание сразу конвертировало. Там доллар, евро, белорусский рубль, все. Это была прямо вот такая единая система. Ну, и тут, почему, подгружался четвертая валюта, российский рубль. Я приезжаю в Россию, мне такие говорят, это будет там столько, это там 570 рублей. Я говорю, сколько это в баксах? Они такие, ну, не знаю. Я говорю, как так? Вы что, как бы в доллары не присчитываете? Я говорю, блин, доллары? Зачем? Но правда в том, что каждые 6-8 лет в России бывает кризис. И этот кризис всегда, как бы, итогом этого кризиса, потому что доллар опять вырос. Доллар всегда растет. С 91-го года доллар, динамика доллара, она всегда идет вверх. Потому что у нас дефицит бюджета. Пока у нас дефицит бюджета, доллар будет расти вверх. И это прямо правило. Поэтому, ребятушки, покупайте доллары. Они все равно будут расти. И это поможет вам в дальнейшем пережить кризис. Значит, ребятушки, в целом рынок товаров и услуг делится на 3, ну, на самом деле на 4, но мы будем рассматривать 3 вида. Первый вид это эконом, средний второй, и третий это экстра класс, лухари и всякие штуки. Значит, во времена экономического кризиса активно растет спрос на товары эконом-формата. Именно в 14-15 году, когда ударил кризис, точнее уже в 15-м году, в 14-м это был черный вторник, 14-го года, это, по-моему, уже под конец. А 15-й год страна очень долго, тяжело, муторно уже выходила из этого кризиса. У людей не было денег, потому что в целом люди нищали. И спрос на товары эконом-категории, вообще на все товары повседневные, не первой необходимости, он резко возрастает. То есть, если раньше люди покупали молоко подороже, сейчас начинают покупать дешевое. Если люди ходили в парикмахерские, там, по 500-600 рублей, то тогда был бум-бум сетей. Вот этих дешевых парикмахерских, там, постригайки по 150-200 рублей за стрижку, просто поточные, потому что у людей не было денег. Я в нашем городе, у меня тогда был ресторан, и я помню, как рестораны вокруг меня просто все поголовно закрывались. Они закрывались. Зато потом на месте ресторанов открывалось столовая. Открытие столовой, это стало трендом того года в общепите. Вот, прям, хочешь открыть общепит, открывай столовую, потому что у людей нет денег. Считалась каждая копейка. И это, в принципе, тоже правило каждого экономического кризиса. Неважно, какой товар вы делаете, напитки, не знаю, там, автосервис, услуги, какие-то товары, там, какие-то молоко, продукты, неважно. Вы должны быть готовы, что если вы работали, у вас были товары средней ценовой политики, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вам нужно выпускать эконом-сегмент. Это просто будет необходимость, чтобы вам пережить экономический кризис. Момент третий, ну, или правило. Чтобы предприятие пережило экономический кризис, значит, оно должно делать две вещи. Первое. Генерировать новые прибыльные направления, вот, обусловленные нынешней экономической ситуацией. Это, вот, например, развитие эконом-сегмента, если вы в нем не работали, или увеличение товара в секторе эконом. И второй момент, который вы должны делать, это оптимизировать свои расходы. Вы должны оптимизировать их каким образом? То есть, вы должны искать более дешевое сырье, вы должны искать какие-то, ну, если вы пользуетесь одной СРМ-системой, да, ну, может быть, другая какая-то подешевле СРМ-система, или вы можете вообще это перевести бесплатно. То есть, вы будете смотреть, там, где вот этот накопленный жир у предприятия, вы его волей-неволей, но вы его вынуждены будете убирать. Самое страшное, что предприятие в экономический кризис оптимизирует расходы по-всякому, но одна из статей оптимизации – это увольнение людей. А сейчас, да, предпринимателям сказали, что вы, пожалуйста, не работайте, вы отправьте людей, но оставьте им заработную плату. Можете кредит взять на эту заработную плату, чтобы выплатить людям зарплату. Ну, правда в том, что даже люди сейчас отправятся в отпуск, они их отправили, они выйдут 30 апреля, и они их даже после 30 апреля будут вынуждены уволить. Потому что не всех, не всех, но это необходимая мера во многих предприятиях, как было в 2014 году, просто увольняли людей. Приведу пример, как у меня было в 2014 году. У нас в ресторане в смене работало 5 человек, это было, 4 человека работало. Значит, это было 2 официанта, был администратор и бармен. 4 человека работают в смене, в одной и во второй, то есть 8 человек. Я уволил тогда двоих людей, просто они были не нужны, потому что выручка упала. Если выручка была там, ну, скажем, одни денежки, потом они стали другие денежки. Посмотрите видос, я там все вот рассказываю про ресторан, как это было. И получается, что я просто одну должность сократил бармена, и у меня администратор стал наливать напитки. То есть администратор, бармен совместилась, она начала чуть-чуть больше получать денежек, но в целом, как бы, я двоих людей совместил в одну. И, к сожалению, это очень частый, но просто необходимый момент для выживания вашего бизнеса. Не потому, что вы такой злой гений, хотите уволить людей. Уволить миллион. Но 500 тысяч хватит. А потому, что у вас бизнес не выживет. Вы, конечно, потом их наймете, этих людей снова, или каких-то других, но очень часто это тоже вид оптимизации. Но оставьте его, пожалуйста, напоследок. Помните, что ваша команда, ваши кадры, это ваше все. Увольнение людей – это самый последний шаг, самый последний момент. Сначала работайте над увеличением вашей прибыли. Думайте, как вы можете заработать. Если кризис, развивается сектор эконом, какие товары в экономе вы сможете сделать. Людей уволить можно всегда. Но это последний мир. Четвертый пункт, момент, который я заметил, особенность. Помните, да, у нас мы говорим про три вида товаров и услуг в целом. Эконом, средний, экстра-класс. Средняя прослойка – это прослойка непонятных товаров. Они и не очень дорогие, и не очень дешевые. То есть такое, типа, соотношение цена-качество. Такие вот жирные товары. Вот эта прослойка, как правило, уменьшается. В кризис общество расслаивается, ну, к сожалению, вот в основном на две категории. Типа, те, кто прям совсем становится в эконом-классе, люди, у которых нет денег совсем. Ну и те, кто побогаче, они в принципе были, они никуда, как правило, не деваются. И некоторые люди переходят вот в этот сегмент побогаче, потому что кто-то, ну, зарабатывает на кризисе. Такое тоже бывает. Но прослойка средняя, она съедается. Она съедается и расслаивается на две. То есть у нас, по факту, остается две категории товаров. Как это ни парадоксально, эконом, это понятно, но еще товары экстра-классы. То есть они тоже иногда выходят в тренд. Как это было в 2014 году? Я вам напомню, 2014-2015 год. В 2013 году, в 2013-2013 году, если вы покупаете, вот в нашем секторе, мы работаем в крафтовые напитки. Да, там вот я буду говорить про крафтовое пиво сейчас. Ну вот мы пиво не варим, но вот как это было в пиве? В 2013 году сказать, что это качественное российское пиво, ну, как бы у людей не было понимания, как это российское, может быть качественным, да? Качественное может быть немецкое, австрийское, чешское, там, Гиннесс какой-нибудь, ирландский. Да, пожалуйста, вот это качественный пивас. Но в 2014 году доллар стал стоить 70 рублей в конце года, там, 70 или 80 рублей. Что? Мы покупаем немецкое чешское пиво, там, как бы, мы привыкли покупать его в долларах. Это импортный товар, и сейчас он стал стоить прямо в два раза больше. То есть, если чешское пиво в итоге на выходе стоило 300 рублей в баре, то сейчас оно стоит 600 рублей в баре. Это непомерно много. Конечно же, поэтому потребление вот этого, ну, пива, то есть, оно резко сократилось. Но спрос на вот этот вот экстра-классный товар, вот этот лухарий товар, он остался. И это дало, ну, просто офигенский мощный толчок в крафтовом сегменте. Именно тогда начали развиваться крафтовый пиво. Они начали просто как грибы вырастать и давать людям отечественный, качественный продукт, дорогой. Тогда вот взамен вот этого австрийского и немецкого пива по 300 рублей за бокал, начало приходить наше отечественное пиво из маленьких пивоваренцев всей России. Качественные напитки тоже по 300 рублей за бокал. Но именно эта ситуация, именно вот этот кризис, который образовал вакуум, вот этот вот в товарах экстра-класса, он, благодаря нему, крафтовые напитки четко встали в эту нишу. И они как бы ее заполнили. Благодаря этому кризису развился вот этот рынок. Поэтому помните, да, про эту ситуацию и думайте, что сейчас поступает в Россию в долларах. Если сейчас доллар скаканет и вырастет, то я все-таки думаю, что он скаканет. Ну, посмотрим, время покажет, да? Кстати, напишите в комментариях, какой курс доллара вы видите в сентябре. Давайте посмотрим, много ли тех, кто поддерживает мою точку зрения. И тот, кто окажется прав в сентябре ближе всего к курсу доллара, тому я какой-нибудь ништяк отправлю. Почему нет? Вот, главное помните, что, как было в 2014 году, все товары, которые мы получаем из-за границы, в евро, в долларах, они сейчас станут резко дороже в рублях. Их будет невозможно, на них найти покупателя. И вот именно вот на эти товары сейчас российские производители должны будут организовать какие-то производства, чтобы производить эти товары. Как было вот с напитками, при которых я рассказал. Может быть, ваш бизнес как-то связан с импортными товарами. Подумайте над этим, и, возможно, это даст толчок к развитию вашему бизнесу в этот непростой момент экономического кризиса в нашей стране. Я в вас верю. Итак, итог. Я вам рассказал четыре глобальных правила, которые, надеюсь, вы сможете применить в вашем предприятии, и которые помогут вам пережить этот непростой момент. Момент экономического кризиса. Помните, что кризис – это переходный момент. Правила игры в бизнесе меняются. Они больше не будут прежними. По щелчку пальцев, вот так, через три месяца, ситуация не вернется, как она была полгода назад. Это миф, она больше не будет прежней. Правила игры поменялись. И даже когда закончится пандемия, все равно мы останемся жить в экономическом кризисе. Вы должны это принять и уже сейчас начинать делать что-то, чтобы пережить этот экономический кризис, потому что он будет бить по нам в ближайший год, полтора, а то и два. В итоге вы должны быть максимально гибкими, чтобы соответствовать нынешней экономической ситуации. И если вы не будете гибкими и жить по правилам, которые были актуальны год назад, к сожалению, это может вывести ваш бизнес на стадию банкротства. И вы будете вынуждены просто закрыться. Поэтому, надеюсь, это видео вам помогло. Эти правила вы сможете применить в вашем бизнесе. И ваш бизнес станет только сильнее. Будьте здоровы! Вкуси Руси!